Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня обзор не совсем обычный. Я понял по вашим комментариям, что не всех устроил обзор по сланте 37, потому что не испытал их любимые лезли. Именно поэтому сегодня будет вот это видео. Вначале мы одну сторону побреем синий астрой, которая называется Superior Stunless. Вторую побреем зеленой астрой, которая называется Superior Platinum и посмотрим как вот собственно будет ее воздействие в этом станке. Давайте начнем синий, помолок уже замочен. Сейчас мы вначале намочим лицо. Сегодня у нас мыло от Gift&Care Проразза Сапона. Новое, которое прислал Момэн, я ее уже маленечко намочил. Ребята, запах просто дурмашина, просто обалдеть. Такой прям очень интересный. Вы знаете запах Barbershop он не какой-то один. В любом случае, когда вы заходите в старую добрую парикмахерскую, где дяденька там в очках в белом халате или белой рубашке, ему там уже под 70 лет, машет опаской, вы там почувствуете какой-то запах. Вот именно вот такой вот запах и исходит от этого мыла. Просто очень-очень интересный. Он не фруктовый, он не химический. Он свежесть, свежесть с чистотой, именно со спокойствием. Что-то вот такое вот замешано. В автошейвах у нас сегодня пойдет арка. Просто сегодня такой, знаете, наскоряк, который я купил там за сколько там, за 50 или 60 рублей, по-моему, в Ашане. Ну и еще один красавчик сегодня будет, ребят. Да, это Big Bloss. Соскучился я по нему. Спасу как нет. И вот сегодня попробуем с ним и побриться. Мыло внутри крутится. Нужно придерживать пальцем. Я думаю, это после первого же раза пройдет. Оно присохнет. Сегодня никакой чаши ничего не будет. Во-первых, с прораза хочется поработать на лице. Big Bloss на лице давно уже не видел. Во-вторых, ребят, ну какая чаша? Посмотрите. Тут уже все готово. Все-таки Big Bloss это Big Bloss. Он может работать и как костяком и также вы можете плющить. Вот так я вам скажу, что вы хотите. Это же прораза. Прораза. Я теперь знаю, как правильно говорить. Парни, не знаю, как вам. Мне это нравится. Посмотрите. Это просто супер. Это мы сейчас отрабатываем тот вариант, что, допустим, вы торопитесь вам некогда рассусоливать. Ее просто так быстренько раз-раз помахали. Естественно, у нас так не получится, потому что мы лезвие будем менять. Но, тем не менее, слан 37-й синий астры. Вопрос. Как косорезом подбревать височки? Ребят, ну здесь же прямая все равно есть. Так вы вставляете по этой прямой. Понятно, что вы же знаете, где она. Вот так вот по прямой и выставляете. Не пойму, в чем прикол. Но, по первым ощущениям, это гораздо лучше. Интереснее, чем на рапире. Лезвие реально заходит. Про мыло даже не знаю, что сказать, потому что это старая добрая прораза, которую я всегда любил. И думаю, что никогда не перестану любить. Да, оно недорогое. Ой, извиняюсь. Да, оно недорогое. Оно звезд с неба не хватает. Но оно стоит в той нише, которая позволяет его всегда достать. Не надо голову ломать, где его взять. Причем за нормальные деньги. Ну, такие адекватные. Мыло ведет себя замечательно. Станок все-таки хорош. Вот сейчас вот чуть-чуть с ли конца есть претензия к насечке. Все-таки, когда руки мыльные, чуть-чуть подскальзывает. Но не критично. Я так ни разу не пробовал работать, чтобы плющить его. Но, ребята, оказывается, это просто обалдеть. Ну, в принципе, понял. Понял я синюю астру. На этом станке она однозначно лучше смотрелась, чем рапира из предыдущего обзора. Теперь поставим зеленую. Ребят, ну вот, по моим субъективным ощущениям зеленая это покомфортнее будет. Конечно, я понимаю, что зеленая это не физер, фазер. Но фазер. Физер, короче. Но сейчас, получается, она смахнула даже поинтереснее, чем синяя основную щетину. Практически с такой же легкостью, как и фазер. Ну, не совсем так, но где-то рядом. Ребят, не воспринимайте это буквально. Я не имею ввиду, что зеленая астра это практически как физер. Нет. Просто хочу сказать, что в этом станке она ведет себя великолепно. дайте я себе еще маленечко не откажу удовольствие и подзагружу маленько. Все-таки мыло очень, очень я вам скажу. Ребят, биг блосс, что вы хотите. Ну, биг блосс из какашки не сделает ягодку. А здесь вот. Ребят, я понял, сформировал общее представление. Дайте мне 6 секунд, я сейчас все это смою. Так, ну что ж, наш автошивик. Арка. Арка синий. О, так это молочко. Ух ты, а я подумал. Я думал это жиденькое что-то. Запах космический. Пощипливает, да, да, пощипливает, ребят. Что-то там антисептическое есть. Ну, в общем и целое я вам скажу. Очень даже такая демократичная цена по воздействию. Останется ли пленка или нет, сейчас посмотрим. А вот по запаху, по консентенции, как наносится, очень зачетно. Прям такая, я вам скажу, интересная штучка. А по запаху, как из детства, что-то такое. Вот в 90-е, 80-е, что-то я такое помню. Интересный, хороший запах. Ребят, про биг блосс говорить ничего не буду. За него вы сами все знаете. Он сегодня еще лишний раз подтвердил свою, скажем так, квалификацию. То есть ему пофиг. Он выходит, работает и нормально. То есть это вот помазок сказал, помазок сделал. По лезвиям. Первая была синяя астра. Синяя астра супериор, по-моему, да? Да, супериор. Она побрила. Она побрила. Она была лучше, чем рапира. Однозначно. До физера не дотягивала вообще по всем статьям. Мне она показалась не то, чтобы агрессивной, а более некомфортной. То есть вот она как-то все равно какой-то некомфорт мне доставляла. Особенно в конце, когда я уже подбревался против шерсти. Были моменты, что казалось, что она же цепляет даже. И мне приходилось заходить на шерсть с другой стороны, на щетину, чтобы под другим углом ее взять. А так она ее брать не хотела. Нонсенс. Первый раз с таким сталкиваюсь. Но факт остается фактом. Какое из лезвий побрила лучше? Для меня зеленое. В общем и целом, синяя астра мне показалась superior. Мне показалась, она не агрессивная. Она не туповатая. Она какая-то, знаете, неудобная. Как-то, знаете, как против шерсти что-то вот такое. Вот не зашла. Не зашла. Чего нельзя сказать о зеленой? Зеленая, платинум по-моему, да? Да, платинум. Зеленая совсем другое дело. Помните мне, когда брился, выскочила про физер. Так вот, по шерсти она снималась такой же легкостью и так же хорошо, как физер. Естественно, что это не физер. Тем не менее, вот сейчас вот зеленая астра в 37 сланте с этим справилась великолепно. Потом, когда пошел поперек, вообще даже ни сучка, ни задоринки. Я когда уже на подбревание ушел, я просто понял, как бархатно работает это лезвие. Вот сейчас, с первого раза, я готов сказать, что для меня зеленая астра – это вещь. Это хорошее лезвие. Если бы пришлось выбирать между зеленой и синей, я бы, конечно же, взял зеленую. Зеленая для меня, она зашла более бархатной своей стороной, более комфортно и менее травмонаносящей. Несмотря на то, что здесь котку тоже одну сделал, но когда я проходил синий, я прям чувствовал, как вот я по коже-то теребоню. То есть, вот тот дискомфорт, который синий мне наносил, я его ощущал. Зеленый, такого даже намека нет. Все прекрасно, все хорошо. То есть, однозначно зеленая. Однозначно, ребят. То есть, вот настолько мне понравилось, я вот сейчас вот даже буду ее искать и пробовать на других станках. Синяя не зашла. Я понимаю, что я всем говорю, что там побритесь 3-4 раза. Да, конечно же, я ее попробую на других станках. Но вот в этой связке для меня не сработало. Что касается мыла Прораса от Момена, Gift and Care. Ребят, это еще одно мыло от Прораса. Сказать лишь, что это еще один такой вариант, который вот там просто большая хорошая фирма сделала еще одно мыло, не могу сказать. По запаху отличается. Но, пожалуй, что и все. Единственное отличие в запахе. Все остальное, это та же самая высокая квалификация Прораза. Как я всегда любил эту компанию, так я ее продолжаю любить дальше. И своим вот этим новым мылом, которое попало в мои руки, она просто лишний раз это подтвердила, что мой выбор-то точен, что меня не обманули. Что по-прежнему нахожусь с серьезными адекватными людьми, которые знают свое дело и стараются делать какую-то хорошую продукцию для нас с вами. Заполняют адекватные деньги. То есть вот это, это очень хороший вариант. Мне понравилось. Мне понравилось. Жаль, что более чем барбаршап запах не могу описать. Но вот оно заходит именно так. Свежестью, чистотой, какой-то презентабельностью. Не стерильностью, а знаете... Чистота не в том смысле, что микробов нет. А чистота в том смысле, что вот... А, все, придумал как показать. Вы, когда в чистую, свежую постель ложитесь, вы же чувствуете запах. То есть вот вы спите, 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 спите. Рано или поздно настает момент, когда любимая приходит и меняет вам постельное белье. Ну, не вам, а в смысле вам. И вот вы, когда в чистую постель ложитесь, чувствуете вот этот аромат. Как его назовешь? То, что той шампунькой, что постирали? Да нет же, там уже все перемешалось. А вот вы ложитесь и вам этот духан, и он чертовски приятен. На этом разрешите, ребята, с вами попрощаться. Густой, душистый, запашистый. Дай вам Бог здоровья, берегите себя. Если интересно, ставьте Люба, подписывайтесь на канал. Если не интересно, скажите, что. Ставьте дизлайк, и я постараюсь это исправить. Пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим.